Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. Мы сегодня рады встретиться с вами в рамках программы «Профессор доступно о важном». Вы знаете, что я веду эту программу с 2022 года. И в рамках этой программы мы стараемся с помощью тех людей, которые достигли больших высот в сфере науки и образования, чтобы они доступным языком могли пояснить людям, чем занимаются, какие исследования проводятся и каковы результаты. Сегодня речь у нас пойдет о роли Чуропчинского института физической культуры в подготовке кадров в сфере физической культуры и спорта, и развитии спортивной науки и образования. Мы образно назвали это путь длиною в 25 лет. Ну, конечно, четверть вековой юбилей – это очень серьезная дата. Ну и я, как ведущий, меня зовут Ким Кимин Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры концовного права юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. Я хотел бы представить своего гостя. Это уважаемый мной человек, человек, который на протяжении 21 года является ректором Чуропчинского института физической культуры, отличник физической культуры Российской Федерации, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия, кандидат педагогических наук, доцент, готовцев Иннокентий Иннокентиевич. Добрый день. Добрый день, Иннокентий Иннокентиевич. Ну, начнем с истории. Вот мы говорим путь длиною в 25 лет. Как зарождался ваш институт? Я знаю, в этом есть огромная роль нашего первого президента, Михаила Ефимовича Николаева, ну и основателя института, профессора Гуляева Михаила Дмитриевича. Пожалуйста. Ну, во-первых, Александр Николаевич, спасибо большое, что пригласили ваш проект, очень хороший проект. И я заинтересовался этим проектом. И сегодня я хочу рассказать про наш вуз Чуропчинский государственный. 25 лет, четверо века. Мы работаем. Ну, основателями являются это Михаил Дмитриевич Гуляев, Анастасия Петровна Конечникова, профессор психологических наук, доктор. Вот. Ну, это 90-е годы, последние 99-е годы. Именно выступая Михаил Дмитриевич в 10-м СИЭДе учителей Республики Саха-Якутия, высказал свое мнение о том, что надо создать высшее учебное заведение. И после этого, после командировки это было в Америку, Михаил Пимович командировал ведущих учителей и директоров школ в Америку, посмотреть образовательный процесс вообще в целом, как выстроено. И вот эта команда поехала обратно в пути. Они сказали, что надо создать. Оказывается, создаются высшие учебные заведения не только в центральных городах. Да, и можно создать и маленькие города. Да, мало города. Но и Михаил Дмитриевич выступал, что в селах можно тоже разбивать. Это педагогические вузы, среднепрофессиональные, можно делать высшими учебными заведениями. Поэтому Михаил Дмитриевич дал поручение. И за два года коллектив школы Коркина, разработая все вопросы по развитию, по вообще созданию этого высшего учебного заведения, они работали два года. И Михаил Дмитриевич выезжал в регионы. Это поддерживала Евгения Исаевна как министр образования. Да, и Красноярск, Москва, все ведущие ученые помогли, ректоры, именно по стандарту, по учебному плану все это сделали. И в 99-м году вышел указ президента Республики Сахаякутия Михаила Дмитриевича. Это 3 февраля было. И вот 25 лет трудимся мы. Ну, замечательно, вот когда есть история, есть люди, которые стояли у истоков. И в этом смысле, вот на сегодняшний день, чем вы можете похвалиться, вот как раз все-таки за определенный период времени, ВУЗ развивался, да, даже начиная с количества студентов, по направлениям обучения, по тем, или еще можно оценить качество ваших выпускников, как они трудятся. Пожалуйста, про это расскажите. Ну, во-первых, высшее учебное заведение, ну, оно зависит от кадрового состава. Поэтому первая задача была подготовка кадров. И Михаил Дмитриевич сразу же направил более таких способных преподавателей, учителей в аспирантуру. И, во-первых, сам защитился. Защитился в Центральном университете физической культуры и спорта, да, в Руговке. И после этого направил нас в Москву. Ну, тогда еще проект Михаила Дмитриевича было, аспиранты, 100 аспирантов. И вот в числе их мы поехали учиться в Москву. Первые годы защитились 4 человека. А в настоящее время Тюрпчинский институт подготовил 18 кандидатов в наук из своих специалистов. Два доктора. И сейчас до 26-го года еще в аспирантуре учатся 7 наших специалистов. А 9 наших специалистов будут защищать кандидатские диссертации и 2 докторских диссертации. Конечно, коллектив трудился. Можно назвать такие фамилии, как Львов Тимофеевна Егорова. Тоже заслуженный человек, учитель. В школе завучем работала. Ну и создали вуз Тамары Семеновны, вот, Евграфова. Вот такие люди. Приехали с университета. Анатолий Николаевич отправил на помощь ученых. Кисения Егоровна. Поехала туда Анастасия Петровна. Приехала. Ну и многие другие, которые помогли именно в начале вуза подготовить наших ребят. Вот, сейчас мы подготовили более 2000 специалистов. Где-то 90% по физической культуре, направления физической культуры. Они где-то 70% поработают по своим направлениям. Это мы прекрасно знаем. Есть у ИДС и юбилеем. Мы тоже все это проверили. По улусам, северным улусам основным работают наши специалисты. Здорово. Да. Ну и не только учителями физической культуры. Они стали руководителями, главами администрации сел, поселений, директорами школ. Ну и научными сотрудниками, методистами. Наши магистранты, которые закончили, они работают в структурах Министерства спорта Республики Саха-Якутия. Ну вот, конечно же, в сфере образования происходят разные инновации, меняется многое. И вот как вы своевременно адаптировались к этим всем программам, при какой поддержке, и с точки зрения организации работы методического совета, научного совета вашего института, что вы могли бы рассказать? Да. Ну, создана гармоничная структура управления. Да. Это, как все высшие учебные заведения, ученый совет, административный совет есть, научно-методический совет, профсоюзный совет при ВУЗе и студенческое самоуправление. Вот. Это команда, которая сформировала структуру и в целом систему подготовки в условиях села. И сейчас успешно работаем. Десять направлений у нас сейчас. Если мы начали в 99-м году одного направления, это учителя физической культуры, да, физическая культура. А сейчас последние пять лет мы еще открыли четыре направления. Это спорт по поручению президента Российской Федерации, все отраслевые ВУЗа открыли это направление. Это подготовка тренеров по видам спорта. А также физическая культура, магистратуру мы открыли. И последние, вот, в 15-м году мы открыли среднепрофессиональное образование в структуре ВУЗа. После 11-го класса те, которые они сдали ИГИ, ребята, да, это спортсмены-профессионалы. Они поступают в среднепрофессиональное образование. Год заданий мы берем от Москвы, Министерства образования Российской Федерации, и каждый год 40-30 человек набираем среднепрофессиональное образование. Ну и в этом году мы открыли после 9-го класса. После 9-го класса Система меняется, взгляды меняются, поэтому надо идти по путям, да, как развивается, как молодежь развивается, да, какой интерес у молодежи, да, вот, в связи с этим мы открыли вот эти направления. Угу. Вот если говорить о научных исследованиях, вот, какой приоритет по направлениям научно-исследовательской деятельности у вас наличествует, и как бы вы могли отметить вот именно потенциал тех людей, которые сегодня занимаются наукой, какие темы они разрабатывают, насколько они полезны? Ну, основном подготовка спортсменов высокого класса у нас работа ведется, это планирование спортивной подготовки по направлению, биомеханическое сопровождение спортсменов, да, спортивная медицина, питание, здоровое питание, ну, и психологическое сопровождение. Эти все направления в свое время изучал Дмитрий Петрович Коркин, да, подготавливая своих спортсменов, да, школьников, ну, в целом, Дмитрий Петрович изучал движение прикладного характера наших промысловых занятий, да, именно якутских, ну, якутский склад ума был, да, да, не специалистом был, этнопедагогикой, можно так выразить, занимался, ну, и у него свободного времени почти что не было. Он, вот, четыре часа тренировал, а остальные занимался наукой, исследовал, да, ну, подручные материалы, ну, он работал вместе научными центрами, это Всероссийский научно-исследовательский центр, да, младшим научным сотрудником был, ну, и Институт космофизики, все вот эти оборудования для того, чтобы доказать, да, все движение, все его труды, чтобы доказать научно, он связался и был младшим научным сотрудником вот этих центров. И получилось у него, через 19 лет, да, у него уже готовится чемпиона Советского Союза, воспитанника Коркина. Корнологии, если смотреть труды Коркина, за 19 лет он подготовил уже чемпиона Советского Союза среди взрослых. Это уникальный труд. И потом уже в начале 60-х годов Олимпийские игры в 72-м, 76-м участники и не только участники, а медали. Да, чемпионы. Которого ждем мы уже 50 лет. 50 лет. Поэтому мы пока еще не достигли уровня, можно сказать, одного человека. Человек одаренный был. был. И если мы потихоньку методом тыка сейчас приближаемся к его работе, она оказывается, это мое мнение, изучал биологические, природные направления, движения человека. тренажеры. И именно использовал это в борьбе. Он творил тренажеры. тренажеры, которые развивает специальные мышцы для борьбы. Это уникальная работа. До четырех ночей работал. До четырех ночей. Индивидуально, каждому спортсмену. только после этого он добивался таких результатов. Да, конечно, его тренажеры развивают различные группы мышц и адаптированы к северным условиям, к северному человеку. Я помню, по вашей инициативе проводилась большая научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности Дмитрия Петровича Коркина, заслуженного тренера СССР, РСССР и ЕАССР. Было очень много интересных докладов, а сейчас мы готовимся к столетию этого выдающегося деятеля. Я, наверное, если скажу, что это один из лучших, наверное, организаторов, лучших наставников и учителей с большой буквы, которые за период более чем столетней истории развития республики, развития нашей государственности внес огромнейший вклад. Мы признаем его не только как тренера, но мы признаем его как учитель с большой буквы. Вот ваше мнение дальше, вот в рамках столетия, столетнего юбилея, какие предлагаются мероприятия для проведения? В целом правительство ведет организационную работу уже после 95-го пятилетия начали уже подготовиться к столетию. Это развитие материально-технической базы школы Коркина, строительство, проектирование спортивного зала универсального и общежитие для школьников, детей на 200 мест, 100 мест в столовой и она будет адаптирована в условиях севера, потому что все будет перекодом. Ребята на улицу не будут выходить. А наш институт готовится к строительству второй очереди учебно-лабораторного корпуса, где будут лаборатории биомеханики, медико-биологическое направление будет, это здоровое питание. Ну и третье психологическое сопровождение. Без этого подготовка спортсменов конечно очень трудно будет. И мы надеемся, что наши тренеры заинтересуются, будущие тренеры, будущие наши специалисты именно будут учиться. Мы постараемся пригласить ведущих ученых на базу в наш институт. и система выстроена тюропче. Это непрерывная подготовка спортсменов и непрерывная подготовка специалистов по физической культуре и спорту. Дейский сад, школа Коркина, потом среднепрофессиональное образование после 9-11 класса, бакалаврии, магистратура. и в этой системе они спокойно могут работать и в прикладном направлении, обучаясь, они могут сразу же тренироваться и сразу же заниматься наукой прикладной. Система очень хорошо выстроена. Есть одно открытое место, это подготовка спортсменов. В свое время Егор Афанасьевич Борисов создал оригинальный центр спортивной подготовки. В это время мы подготовили трех участников Олимпийских игр. Это Виталий Корякин, Айонитов Николай и Василий Егоров по боксу. Эти три спортсмена 2008 года по 2016 год участвовали на Олимпийские игры. Конечно, в этом году наши студенты тоже участвовали. Это Егоров Владимир Егоров. Он в этом году закончил магистратуру после Олимпиады. Приехал он успешно сдал. Умнейший парень. Умнейший парень, толковый, хороший тренер выйдет. Интересно, какая у него тема магистрская диссертация? Магистрская диссертация по методике тренировочного процесса. И он очень хорошо защитил. И это перспективно может быть на соискание пойдет. на соискание он пойдет. И хорошим тренером будет. Окрокоп Роберт, Окрокоп с Амгинской, Амгинского луча тоже Георгий. очень хорошо защитился тоже. За Австралию выступал. Да, за Австралию выступал. И мы надеемся, что эти ребята будут хорошими тренерами. Ну и Окрокоп будет дальше учиться, я думаю, в магистратуре. Ну у нас идет очень интересный разговор, и я хочу отметить, что у нас в студии работают режиссеры Николай Слепцов Айден и Михаил Эверстов. Я хочу попросить, чтобы вы не покидали, через 4 минуты мы опять продолжим нашу передачу, будет интересно. еще раз приветствую дорогих телезрителей и радиослушателей программе «Профессор доступно о важном». Сегодня в студии ректор Чуропчинского института физической культуры Иннокентий Иннокентий Готовцев. Иннокентий Иннокентий продолжение нашего разговора, ну вот перспективные планы развития института вы всегда смотрите в будущее и эта призма она наверное зависит от многих обстоятельств, но тем не менее программа движения вперед у вас наверное выработана. На что вы хотели бы обратить внимание? Ну во-первых конечно это качество образования подготовки специалистов научное направление ну спорт надо развивать тоже среди студентов студенческий спорт ну и материально-техническая база. Ну я немножко рассказал про материально-техническую базу а в целом еще мы хотим развивать в связи с юбилеем тоже программу мы включили строительство музея Коркина где надо обновить материалы техническим сопровождением вот архивные материалы Дмитрия Петровича Коркина вот расширит обогатить обогатить новейшими интернет технологиями позволяющими молодым ребятам уже работать и заинтересоваться работами Коркина интерактивными оборудованиями да вот поэтому это одна сторона и заключаем договор международными вузами это Монголия Киргизстан Китай Белоруссия Белоруссия мы уже 3-4 год работаем Белорусским университетом техническим университетом и университетом физической культуры готовим специалистов вот и мы хотим создать направление спортивной инженерии где наши специалисты будут обучаться техническим направлениям они будут сами тренажеры делать да и работать оборудованиями вот новичными вот это направление тоже надо развивать ну и развивать лаборатории по прикладной науке ну как я сказал это в наших условиях условиях в наших климатах это гипоксия да используя вот эти мощь нашей природы да тут мы заключаем соглашение компания БАСК московская компания они шьют одежду вот в таких климатических условиях и они предложили с нами работать они являются спонсорами марафона в Эмикюне да вот и мы тоже работаем организаторами как научное сопровождение и БАСК мы будем конструировать одежду в условиях севера минус 50 60 вот это работа потом гипоксия в условиях гипоксии это практически доказала наша чемпионка трехкратная чемпионка мира Татьяна Жиркова занимаясь тренируется в условиях севера это минус 30 она выходит на улицу и она равняется вот в горах где 2000 высоты такая же гипоксия у нас после 30 прекрасные условия есть в Алдане надо обосновать это научно да вот и пригласить и делать с центром лыжной базы России в Алдане да здесь тоже ну потом питание да питание именно в наших условиях да наши меню якутские да северные здесь тоже надо изучить это вот это перспективная работа нашего института вот у нас в следующем году очередные игры манчары планируется их проведение в этой кюле вот у нас вчера было совещание у директора республиканского центра национальных видов спорта мы хотим запустить такой проект поколения батуров то есть мы будем рассказывать о тех звездах которые блистали в свое время да например такие хапсогаисты как Максим Васильев Юрий Андреев прыганы Николай Санников Иван Горохов вот масс рестлеры которые стояли у основ да этот значит Петр Каратаев Хотой Виктор да вот и наша задача заключается в том чтобы нынешнее поколение спортсменов знали историю спорта и я знаю что Черепчинский институт физкультуры вносит огромный вклад в развитие национальных видов спорта и вот хотелось бы из вас услышать вот что на сегодняшний день для вас означает национальные виды спорта вот совсем недавно у нас большим успехом в Казахстане прошли игры кочевников да президент Акаев и президент Всемирной конфедерации этноспорта Белал и Таган выступали что наступает некая такая новая эра да вот мы видели к сожалению на олимпийских играх Парижа немного вот нравственные начала упущены мы отходим от тех условий о чем писал Пьер Де Купертен когда он основывал олимпийские игры о спорте справедливость о спорте значит вызов да и о спорте мир все-таки начинается политизация разделение а в то же время вот игры наших предков они чисты и вот с этой точки зрения вот какой все-таки план деятельности Чуропчинского института физкультуры по усилению этого направления может быть вы видите какие-то перспективы да ведется комплексная работа именно по развитию национальных видов спорта мы сотрудничаем вузами Бурятии да ТУВы вот именно и дали предложение министру тогда Олегу Васильевичу Матыцыну создать центр национальных видов спорта на территории вот этих городов и регионов вот именно эти регионы защитили честь России игры да вот качевников Казахстана это Тувинцы Буряты Якуты да вот именно они защитили честь и третье место стали да вот где 90 стран участвовало третьими стали вот что это показывает это показывает в этих регионах развивается национальный вид спорта это одно но национальный вид спорта развивается давно но именно их мы что должны делать ну например мастерестлинг если мы хотим развивать надо сделать стандарт включить учебную программу да это специализированные школы поэтому мы Тюропчинский институт вместе с центром национальных видов спорта манчары сделали стандарт утвердили министерство спорта российской федерации сейчас учебная программа делается примерная программа после этого мы запустим предмет мастерестлинг учебных общепродуктных учреждений специализированных школах это большая победа и мы проводим второе мы проводим курсы повышения квалификации по программе спорта норма жизни мы обучаем по национальным видам спорта не только Якутии и других регионов 65 регионах страны факультет дополнительное профессиональное образование уже последние пять лет работает этой программой каждый год министерство спорта правительства российской федерации это финансирует программно 10 миллионов 5 миллионов и мы бесплатно обучаем на тренера на судей и инструкторов по этому направлению это большая работа ну и четвертое это научное сопровождение научное сопровождение именно по нашим видам спорта ну и конечно игры кочевников она набирает интерес большой интерес очень быстро если третьи игры первых играх если 30 стран участвовало сейчас уже 90 стран участвуют ну заявку дали 130 стран это Америка Польша вот включая эти европейские страны вот они тоже участвуют значит это национальные виды спорта как вы сказали да они совсем другие совсем другие и сейчас они актуальны поэтому будем работать развивать национальные виды спорта есть планы перспективные я думаю работы в этом плане будут проходить ну вот в рамках итогов игры кочевников на различных площадках идут дискуссии на мировом уровне и вот на одном из заседаний я внес предложение о том что нам нужно расширить все-таки всемирные игры кочевников оно несколько вот узко потому что не все страны представляют кочевников кочевники это степные а принимать участие на играх хотят многие страны поэтому я предложил произвести ребрендинг назвать это этноспорт двоеточие традиции и современности этноспорт традицион и модернити почему потому что именно вот на основе того бесценного дара который дали нам наши предки мы должны сегодняшних современных условиях их развивать и развивать как игры которые востребованы которые популярны как мы смогли продвинуть массрейсинг начиная вот в 96 году создали республиканскую федерацию массрейсинга в 2012 уже всероссийскую федерацию в 2002 всероссийскую федерацию в 2012 уже международную и конечно вот вся эта история успеха она все-таки дает нам оснований говорить о том что в первую очередь нужна нормативно правовая база и в этом отношении мы гордимся тем что внести соответствующие изменения в федеральный закон 329 о физической культуре спорту во-вторых республика Саха-Якутия единственный регион где наличит отдельный закон о национальных видах спорта в республике Саха-Якутия у нас единственный в России центр национальных видов спорта в 2001 году мы в составе университета создали кафедру национальных видов спорта которую возглавил наш патриарх доктор педагогических наук профессор Кощин Валерий Пантелей И конечно вот эта работа должна продолжаться но меня вот очень импонирует то что вот Чоропчинский институт физкультуры вот уделяет такое хорошее внимание развитию национальных видов спорта я надеюсь конечно что будут успехи и мы должны вклиниться в это общемировое движение когда игры предков они вот период кризиса в международном олимпийском движении должны выйти вперед и Айсен Сергеевич Николаев будучи в Астане он встречался и с президентом Казахстана Такаевым ну и в своих интервью говорил о том что национальные виды спорта в республике мы обращаем внимание поддерживаем и это так именно благодаря поддержке правительства министерства спорта республики Саха-Якутия делается очень многое поэтому нам необходимо так сказать объединить усилия и сегодня вот я хотел бы затронуть еще одну тему вот сегодня мы вместе с вами были на 110-летии образования Якутского педагогического колледжа раньше это Якутское педучилище до того еще Якутский педтехникум ну история такая очень знатная потому что основатели Якутской государственности Максима Мособ Платона Юнский начинали вот именно с педтехникума и сегодня мы гордимся именами тех людей которые ну будем говорить своими делами прославляют свою альма-матер вот мне бы хотелось услышать ваше мнение вот в чем вы видите особую роль Якутского педучилища ныне педколица вот по взаимодействию в дальнейшей работе и вы сами являетесь выпускником физкультурного отделения Якутского педучилища номер один но я вот тоже горжусь тем что я выпускник образца 78-го года директором был у меня молод Сергей Степсов заведующим физкультурным отделением была Масагутова Вера Петровна ну и конечно наши преподаватели мы всех их помним поименно как говорится ну будем говорить душу и сердце влаживали для того чтобы из нас вот таких простых ребят ну огранить нас и сделать вот такими востребованными людьми вот ваше мнение пожалуйста Михаил Митикуляев тоже выпускник первого училища я очень рад вот учился педагогическое училище педагогическое училище в 93-м году мы закончили система подготовки педагогическое училище она очень хорошо выстроена и для такого возраста да вот после 11 после 9 класса она программа учебная программа хорошо выстроена и готовит очень хороших специалистов вот выпускники училища колледжа поступает в наш институт вот и они становятся магистрантами вот и вот сразу видно что подготовка системы подготовки отличается отличается и сейчас очень много интереса уделяет и президент Российской Федерации профессиональному образованию в 2022 году уже он день профессионального образования указом назначил и вчера мы были тоже участниками этого праздника и видно что именно практическое прикладное занятие именно в этом возрасте она дает уже готовых специалистов заканчивая они становятся готовыми специалистами ну и если они хотят еще расти тогда они поступают в вышедшие заведения заочно сейчас форм очень много дистанционно заочно индивидуальным графиком могут они продолжать еще я хочу поздравить наших учителей коллектив колледжа именно сегодня празднуют они 110 лет плеяда наших ветеранов сидит участвовали сегодня я их всех поздравляю наши учителя вы правильно говорите они вложили душу и сердце именно подготовки нас замечательно конечно же пользуясь случаем в этой студии мы оба имеем педагогическое образование хотели бы поздравить всех учителей республики в предстоящем днем учителя который будет отмечаться 5 октября по всей стране и хочу отметить что учительство республики Саха-Якутия у нас самое передовое очень компетентное и мне бы хотелось чтобы учащиеся школ наших образовательных учреждений это оценивали и всегда знали о том что учимся мы не ради оценок а ради получения знаний поэтому в рамках этой передачи желаем всем чтобы вы получали знания и думаю что учительство республики они наши право-фаланговые и пользуясь хотел бы поблагодарить вас Иннокентий Иннокеневич за столь содержательный разговор вы как руководитель федерального вуза который у нас в республике Саха-Якутия продолжаете традиции которые есть и в республике и все же являетесь одним из передовых вузов поясняем